Тогда давайте попробуем. У нас очередная попытка поговорить про деньги и еврейские традиции и добрый всем день, соответственно, или вечер, скорее, или нет. И тут, значит, как обычно, довольно трудно понять, с чего начинать. Проблема вот какая. Вот смотрите, когда начинают говорить про евреев и деньги, все всегда вспоминают, мы же европейцы туда-сюда, да? То есть, ну, Израиль там по Европе числится, хотя он в Азии находится. Ну, Средиземноморье, давайте считать, что Средиземноморье – это Европа. А европейские евреи, немецкие, я говорю в данном случае в основном немецкие евреи именно, а именно от них эти слова «шкеназ» – это Германия, да? Начиная с, вот тут, века с десятого, по всей видимости. Занимались именно деньгами. И есть замечательное свидетельство тому, есть некоторый спор, он еще начинается в Талмуде, он есть в Юрусалимском Талмуде, в Вавилонском Талмуде. По поводу того, ну, все знают, что Тара запрещает евреям давать друг другу деньги под процент, давать в рост. То есть, расставщичество как бы запрещено Торой, и там можно обсудить, является ли это запрет. То есть, это запрет финансового такого рода деятельности, или это запрет частного займа. Вот дать соседу десятку, да, как в таких случаях в Советском Союзе говорили, с тем, что отдаст 11, это всем очевидно, что запрещено. А вот дать миллион на постройку некоторого бизнеса, с тем, чтобы получать скромненькие 2% в год, насколько это правильно. Но в Талмуде есть спор по поводу, можно ли давать деньги в рост Гоэм. Причем вопрос, он довольно простой, вопрос выглядит так, что нет ни запрета мудрецов. То есть, то, что запрет Тора тут нет, это очевидно, потому что этот запрет сформулирован, что нельзя брату давать, то есть, своим нельзя давать под процент. Но в Талмуде высказано мнение о том, что существует постановление мудрецов, что Гоэм тоже давать в рост нельзя. И логика там довольно простая. Они считают, что такого рода деятельность, она несколько разобращает душу человека. И спор об этом велся, но как бы он более-менее замят, но есть один очень любопытный момент. Раши, Робейна Шламу Ицхаки, все настолько привыкли думать, что он француз, что, но на самом деле это неправда. Он ашкенавский автор, он жил в Реймсе, он учился в германских странах, он именно ашкенавский. И Раши, когда ему задали такой вот сорта вопрос, ответил на него удивительно просто, что мы с этого живем, даже не обсуждаем. То есть, некоторое реалии германских общин, что евреи занимаются именно деньгами. Более того, если вы откроете там, скажем, какую-нибудь книгу, которая описывает историю европейских общин, вот есть несколько образцов таких книг, ну скажем, давайте говорить про германскую общину в Средневековье, то выясняется следующее, что страх евреев, что их в очередной раз изгонят из какой-то страны, а я напоминаю, что Германия это в разные годы разное количество, но порядка 80 княжеств, поэтому изгоняют из одного, то есть к соседу можно прийти. Но при этом выясняется следующее, что имущество при таких обстоятельствах хочется иметь мобильное, то есть имущество, которое легко унести. По этому поводу евреи предпочитали в германских странах держать деньги, и держать не деньги, держать имущество в деньгах и в камнях драгоценных, чтобы в любой момент схватить мешочек и убежать. По этому поводу на это накладывается еще один замечательный какой-то эксцесс юридический, который выглядит загадочным для меня, но так как исторически это сложилось, то значит так оно и есть. Значит, как известно, христианская церковь, католическая церковь запрещала давать деньги в рост христианам. При этом, кроме запрета церковного, который как бы евреев не касается, были государственные запреты, которые точно так же запрещали давать друг другу деньги в рост. Тем не менее, евреям почему-то это разрешалось. Вот каким образом евреям умудрялись запрещать, разрешать то, что законом запрещено, для меня загадка. Тем не менее, это была практика всеобщая по всем европейским странам, западноевропейским странам, в данном случае давайте оговоримся, что я говорю про западную Европу, западноевропейским странам. В результате деньги как бы евреи стали такой неразлучным термином. Другой разговор, я сразу хочу оговорить, что существует в наше время довольно много документов, и чем дальше, тем больше документов пускается в оборот. Я напоминаю, что в хороших странах Франции, Англии сохранились архивы бесконечной давности. И вопрос только в том, что как скоро эти архивы будут в всеобщий доступ выставлены, ну просто в оборот войны. Но мы можем уже более-менее смело говорить, что за большинством еврейских расставщических контор стоят деньги не еврейские абсолютно, а деньги князей германских именно, христиан. А евреи чаще всего просто вывезут. Просто потому, что тем же князьям каким-то образом хотелось пускать деньги в оборот, и в результате получилось то, что получилось. В результате сложилось какое-то тяжелое впечатление, что как бы евреи, они существуют пройдением. Добавим к этому следующее. Вот давайте, я просто вот некоторые делаю сейчас простой обзор. Вот мы смотрим на Польшу, да? Вот давайте, смотрите, еврейские деньги в Польше. Основные деньги были у крупных польских родов, типа Радзивиллов, типа Калантаев. Калантай, ну вот эта знаменитая дама, первый посол, женщина, она из этого рода. Шляхта высшего разбора. Деньги были у них. Евреи были приглашены в Польшу. Как бы в Польше создалась удивительная ситуация в какой-то момент, что у них была либо шляхта, которая работать не положена, либо крепостные крестьяне, которые занимаются обработкой земли. И у Польши наблюдалась серьезная проблема с городским населением. И для того, чтобы решить вот эту проблему городского населения, они пригласили евреев. И можно довольно долго рассказывать о экономической деятельности евреев в Польше в момент, когда их пригласили. И там где-то к началу 16 века то, что называется золотой век Польши, еврейский золотой век Польши, который был завершен в начале 17 века. Но там чисто экономическая деятельность именно не столько ремесленная, сколько именно торговая, ну, именно вот деньги, если возможно, обращение на деньги. То есть как бы понимать, что-то в этом должны. И, скажем, польское еврейство, оно к деньгам имеет непосредственное отношение. Но старое польское еврейство не после окончания, не после Богдана Хмельницкого, где там совсем все по-другому стало. И наоборот, вот смотрите, для того, чтобы быть понятным, скажем, все знают такого поэта, русского Державя. Державя себя воспринимал как какой-то министр по еврейским делам Российской империи. Среди всего прочего, не без оснований. Дело в том, что он был крупным чиновником в генеральских чинах. И он был послан после присоединения Белоруссии к Российской империи. Он был послан в Белоруссию, где создавал памятную записку о евреях. И в результате как бы он был в Российской империи наиболее разбирающимся в этих делах человек. Ну, поначалу. Я хочу заметить, что до присоединения Белоруссии к Российской империи евреев в Белоруссии просто не было. Евреев в Российской империи, с ним я говорил. Евреев в Российской империи просто не было. Был закон, который запрещал евреям въезд на территорию Российской империи. И вести торговлю евреям на территорию Российской империи было запрещено. И, собственно говоря, это не евреи приехали в Россию, это Россия приехала к евреям. Это смешно звучит, но евреи были в Жече-Посполитах на территории вот этой республики Кольщики. В Белоруссии... Ну, то что? Белоруссия... Я не буду сейчас древний термин употреблять, но рутенья... Красная Руссия, Черная Русь, Белая Русь. Длинно, сложно и не нужно. Значит, и после этого, после присоединения к России Украины, имеется, ну, районов Украины, там, опять, не хочу останавливаться на истории, к Российской империи, присоединения украинских районов, то есть территории, которые входили в Жече-Посполиту, в Польскую республику, Россия пришла к евреям. Собственно говоря, дальше у России вечная проблема, которую решило только временное правительство, 1917 год, где как бы закон старый, который запрещает евреям езжать на территорию Российской империи, сохраняется, но при этом империя находится на территории, где есть евреи. И вот что с этим делать, империя никак не могла понять, ее как-то двойственное дело. Но, к чему я это рассказываю? Есть отчет о состоянии дел евреев в Беларуси, отчет того самого великого поэта Державина. Кстати, я про поэта говорю безыродный. Действительно, замечательный поэт, хотя немножко странно выглядит сегодня, но устоим. И то, что он описывает, это бедность, причем как бы он не видит магнатов, он не видит денежных предель. Он видит именно тяжелую бедность. Точно так же, когда вы говорите о богатых евреях, скажем, после, я опять говорю о новом времени, скажем, с тысяча, ну давайте говорить, 1750-й год и дальше, когда вы обнаруживаете богатых евреев, то вы вдруг обнаружите, что это новое капитало, это не старое капитало, это новое капитало, это деньги, сделанные в Лодзе, например, на фабриках, на фабричном производстве в Лодзе, это, ну и тому подобные вещи. То есть, это не банкиры, это скорее промышленный такой капитал. Опять, я не утверждаю, что евреев-банкиров не было, были. Ротшильды, не забываем, можно перечислить несколько крупных банкерских родов. Но, как бы, вот попытка понять, если вот читать еврейские книги, еврейские источники, то мы обнаруживаем отношение с деньгами, оно, ну, то есть, оно довольно не про деньги, а про другое. Вот где больше всего разговоров про деньги, вы должны будете смеяться, совершенно не в европейских источниках, а в турецких. Вот если вы читаете турецкое, еврейское общение, Турция огромная, то тут я хочу заметить, что там никогда не ассоциировали евреев с деньгами. Вот смотрите, почему я все это вижу. В Турции евреев никогда не ассоциировали с деньгами и не считали, что где евреи, там где. По одной очень смешной причине. В Турции банки были всегда разрешены. Турция разрешала давать деньги в рост. Всем. В результате евреи в этом отношении ничем не отличались от местной публики. И ничем замечательным евреи в турецкой империи, в смысле отношения с деньгами, от местного населения не отличались. Есть прослойка, которая занимается денежными операциями, торговлей. Но, например, регулярно мы обнаруживаем евреев, которые занимаются крупной торговлей, именно международной торговлей. Естественно, там о деньгах много. Речи идет. Там речь идет об обменных курсах, причем с хорошим пониманием. Там речь идет о потрясающих сделках, которые и сегодня, когда их начинают изучать на факультетах финансов, связанных так или иначе с финансами, с экономических факультетах, вызывают изумление именно проработанности законов и правил о страховании морских перевозок, например, сделки. Огромное количество респонсов, а комбой – это вложение денег в морскую торговлю. Там это очень сложная операция была. И великолепно проработанные законы, но мы их обнаруживаем у турок, мы обнаруживаем у греков, но греки, я хочу напомнить, на то время те же турки, потому что они находятся на территории Турецкой империи, на европейской части Турецкой империи. там огромное количество документов именно про деньги, которые трактуют вопросы хождения денег, смены, кроме обмены регулярно еще изменения, курса денег, например, о долговых обязательствах, которые записаны в какой-то валюте, «А эта валюта потеряла стоимость». Вот, ну, представьте себе, что у вас долговое обязательство в долларах 1930 года, а вы хотите, требуете деньги, чтобы вам вернули в 2020 году. Разница в курсах, я не знаю, больше, чем тысячи, да, будет у нас еще. Нет, меньше, чем тысячи все еще. Сколько у нас сейчас золота? Две тысячи, да, долларов за онцию, а тогда двадцать. А, ну, как раз. Двадцать и две тысячи – сто кратная разница по курсу в доллары. И данный момент произошло. Тридцать пять попозже сталкиваться. Значит, у вас получается разница в сто, стократная разница. Но это я огромный срок взял. И количество вот еврейских документов по поводу такого сорта сделок, только там это веселее проходило, потому что понятно, что это я на огромный период времени взял, от 2020 года до 2020 года, столетний. Но, например, стандартный запрос долговое обязательство за время от его выдачи до уплаты власти сменили стоимость монет на одну восьмую, уменьшив содержание серебра в монетах на одну восьмую. Что делать и что выплачивать? И как выплачивать? То есть, про деньги материала много. Вопрос, он очень странный. А еврейские ли это дела, или это дела окружающего мира? И то, что вы видите в еврейских источниках, это отражение реалий, реалий окружающего мира. И что, когда вы читаете Талмуд, то вы читаете, собственно говоря, реалии экономические, либо, если это Мишна, Римской империи, а если это Вавилонский Талмуд, то империя Сассанидов, например. То есть, вы читаете реалии не наши, а чужие, только то, что вы читаете, это отражение как бы еврейских представлений о том, как устроен мир. На мой вкус, это правильная постановка вопроса. И если кому-то вот не понравится, не нравится, что я сейчас говорю, то это означает, что я иду в данный момент против шерсти, потому что все равно все согласны, что евреи и деньги – это близнецы-братья. Но я не понимаю, почему. Откуда сложились такие представления? То есть, я понимаю, потому что Ротшильды, какие там еще сейчас, надо напрячься вспомнить, остальные банкирские, крупные еврейские дома, но есть Рокфеллеры, есть Морганы, есть куча нееврейских банкирских домов, которые Барклай, то есть, перечислять все банки крупные, знаменитые, там евреи не будут первыми ни в какой степени. А уж в Российской империи это вообще загадка. Крупные банки все не евреи. Там скорее это сарабреческие. Тем не менее, вот так это сложилось исторически. Вот я не знаю, нужно ли это предисловие было, может быть, всем это и так очевидно, но мне оно кажется правильным. Далее. Есть второй пункт в истории. Есть смешной медраж. Есть несколько про деньги, есть несколько довольно смешных медражей, но некоторые из них смешны сами по себе, то есть, они такие с юмором, типо вот знаменитый медраж, что вещи, которые были замыслены с самого начала присутствия мира, а если бы не были замыслены, то должны были бы быть замыслены сантастически совершенно построены. То есть, Всевышний с самого начала задумал, что такие вещи должны быть в мире, и одна из них про деньги, что должно быть денежное обращение. Причем оговорка там фантастическая, что ежели бы Всевышний не придумал, что должны быть деньги, то деньги все равно должны были бы появиться, то есть, они как бы существуют независимо от воли Всевышнего, потому что человечеству оно нужно, нужны эти деньги. По-моему, такое вот высказание на грани фола, потому что как бы ну да, но вот но в рассказе вот о, например, в книге Шмот, когда вы читаете рассказ книги Шмот о книге Исход о сотворении с киньей, там вот много глав огромного отрыва про именно с киньей, и там глазки разбегаются от вожделения, потому что там непрерывно золото упоминается, серебра меньше, драгоценности, драгоценные камни, драгоценные ткани. Сегодня, наверное, понятие драгоценная ткань почти исчезло из разговоров, но еще там, скажем, до позднего средневековья, понятие драгоценное, как они все понимали, это не столько качество ткани, хотя и качество ткани, иногда это было, ну, например, весон, да, это тончайший лен, газ, сейчас говорят про подобную уровень ткани, только учтите, что речь идет о ткани натуральный газ, но при этом вот в античное время весон был еще дороже, эта нитка была делась из ракушек, некоторое выделение ракушек, поэтому это кончайшая нитка, той же шелка, и она была цена там зашкалена, ткани дровящие, и в качестве там апофеоза всего этого дела, разговора об имуществе и деньгах, замечу, речь идет именно по сравнению с Киньей, в конце дается подробный отчет, что собрано было Моше, что потрачено, вот этот подробный финансовый отчет, который уже заставляет сказать, что внимание к денежным расходам на общественные нужды было тогда уже. Слово деньги здесь надо оговориться, Моше отчитывается не в деньгах, он не говорит слово деньги, там не сказано слово деньги, там речь идет о материалах, но материалы золота, серебро, медь, кстати, там тоже появляются и благовония дорогущие, которые дороже золота, честно, там идет подробный отчет, но там есть очень интересный момент, когда дело доходит до пересчета сынов Израиля, то, как известно, в Торе пересчет положено делать, каждый должен пожертвовать полшекеля. И вдруг Медраж говорит, что Всевышний, когда дело дошло, коли хатит каждый даст половину шекеля, то сказано, что Всевышний вытащил из-под престола славы монету и показал вот такую давайте, серебряную. Вот такую. Интересно, дело в том, что про две вещи такое Медраж сказали. Про Минару золотую и про монету в полшеке. То есть их как бы вот теперь вопрос то, что евреям понадобилось Маше понадобилось показать монету. Это какая-то исключительная монета, которых подобных никто не видел или вообще люди ничего не знают. Вот давайте не как историк я сейчас говорю, а как комментатор Талмуда. Дело в том, что если мы говорим про Талмуд, то Талмуд например не представляет себе мир без денежного обращения. Вообще не представляет. ему на это не хватает фантазии. Когда ученые начинают говорить историю, что монеты появились в Тире, в городе Тире весьма после, и скажем в реминаторе монет не было, просто в мире еще не было монет. никому в голову не приходилось эти монеты, то ученые Талмуда вас бы просто не поняли. Например, известная история, что когда Яков пришел в шхем, он среди всего прочего, что сделал хорошего для шхема, он стал чеканить им монет. Более того, в Талмуд описано стороны монеты, что было ручки на монеты, монеты, монеты. Но дело в том, что времена Якова, скажем, историческая наука представляет, что монет не существовало. Да, люди расплачивались серебром и золотом, это правда. Вопрос, с какого сорта сделок. Но Талмуд просто не представляет себе мир без денег. Вот ему не хватает фантастики. Точно так же, как описаны монеты времен Авраама, Медроши. Но все это докажет только одно, Талмуд не представляет себе мир без денег. Мишна не представляет себе мир без денег. Для вот для того, кто учил историю, именно денежных обращений в истории, он всегда изумляется одной вещью, что во времена Талмуда, во времена Мишны, Римская империя, во времена Талмуда, Сосанитская империя, то есть Персидская империя, так скажем. Деньги, вот все все прекрасно знают про деньги, все знают, что на рынок ходят с деньгами, все знают крупные, мелкие деньги, обменные курсы все хорошо более-менее представляют. То есть как бы это мир денег. В том смысле, что ну вот так же, как и мы, мы сегодня как бы вот представьте, что вот 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 ваши фантазии, деньги исчезли. Вы идете в ближайший бар выпить кружку пива. Вопрос чем вы собираетесь там заплатить? Денег нет. Не в смысле монет, то же самое, деньги, которые на кредитной карточке это те же деньги. Но вы читаете материалы европейских историков по раннему средневекованию, ну не раннему, скажем, до 9 века. И вы истеритесь, что они никак не могут понять, знало ли простое население, крестьянское население. Знало ли оно, что такое деньги? Видели ли они когда-нибудь монеты вообще? Ходили ли в Европе в этот период деньги? Или там было безденежное отношение? То есть как бы у нас с 10 века начинается возвращение денежных отношений в Европу. Это, кстати, по поводу где-то века с 10 Европа начинает возвращаться к денежным отношениям. Но там есть огромный разрыв исторический. Но когда мы говорим про Талмуд, еще раз, Талмуд про деньги знает ну вот все, что положено знать нормальному торговцу про деньги. Не теоретику экономисту, а нормальному человеку, который либо живет в торговле, либо живет рядом с торговцем. И вы, если вы когда-нибудь обращали внимание на биографии крупных ученых Талмуда, то вы регулярно замечаете следующее, что речь идет либо о крупных, если ранней, то регулярно крупной латифунде, это люди, которые имеют земельные наделы, но не сами обрабатывают, являются хозяевами этих наделов, либо речь идет о торговцах всевозможных и например Талмуд неоднократно упоминает право мудрецов первым продавать товар на рынок, что если мудрец приехал в другой город, человек стил мудреца, то он имеет как бы преимущественные права продать товар или купить товар. То есть это люди связанные с торговцем. Поэтому по поводу Талмуд про торговые дела, и деньги с ними связанные, знают все, что положено знать. Не как министры, которые занимаются денежными отношениями, не как производители денег, как, скажем, монетный бор. Не как правители провинции, которые другие немножко отношения с деньгами, а именно как торговые люди. Вот про эти деньги они знают все. Все, что положено. А это много. Много. потому потому что... документов о купле продаже древних региона Междуречия. Давайте у нас хватает документов о купле продаже крупных сделок. И мы обнаруживаем следующее. В большинстве случаев сделки, которые совершаются, крупные, это обмен. Это бортовые сделки. В современном языке это обменовые сделки. Но когда есть разница в цене между покупаемым продаваемым товаром, то разница выплачивается в серебре. То есть серебро есть, но вот слово шекель, которое вы встречаете в Торе, от слова лишь школа, от слова взвешивания, это все еще не монета, а серебро по весу. термины косуто, ксуто и подобные шекель, это весовые единицы. По этому поводу, когда... Когда ты говоришь зашкаливает, это чье, откуда? В русском языке слово езды? Это римское, это латынь, и там слово скала, которое означает лес. А, ну да, да, да. Решетка. Там слово решетка, и отсюда слово шкала. Это латынь, это слово похоже, конечно, на шахар. Но, значит, по этому поводу, вот этой похожестью слов, школа, да, школь, гроздь. Слова, конечно, похожи, но не однокоренные. Значит, и левий школь, да, президент Израиля какой-то, он в бытность полякам был школьник. Это просто звучит похоже, но это разные слова, разные корни. Смешно, да, смешно. Да, разные языки. Есть такие, там, несколько похожих слов, то есть, иногда это заимствование реже, мы там, скажем, слово яин и ваин, это однокоренные слова, это заимствование, вы врите, заимствование из индоевропейских языков слова ваин, да, но регулярно это просто похоже. И не думайте, что слово катка в русском языке заимствовано от ивридского кат, кувши. Это неправда, это неправильно. Хотя похожи слова даже по смыслу. Да. Было значит Да, ты сказал повес. Вот, взвешивают. Жекель это единица измерения. И я хочу заметить, что доказательств тому полно. Дело в том, что у нас есть наука археология, нам в помощь. У нас мы нашли достаточное количество, мы археологи. Я не археолог, но археолог в музеях лежит огромное количество и гирик, на которых прямо прописано шекель, то есть единицы измерения, это сколько весит, скажем, ну, сколько весит шекель, тут вопрос сложный, но скажем, грамм восемь зависит от времени, от, вот, можно я не буду входить в безумно интересную для специалистов тему, но занудную, да нет, почему равен шекель точно в граммах, но семь грамм где-то, семь, восемь, шесть может быть, зависит от времени, и, а когда говорится двадцать гера? двадцать гера это вечная проблема, гера это такая же единица измерения, как и карат, исходит из того, что карат это значит карат это западноевропейское чтение слова цератония, да, вот на русском это слово надо читать цератония, это рожковое дерево, да, цератония это латинское обозначение рожкового дерева, в рожковом дереве есть вот эти сережки, в сережках есть сернышки, ну, сережки похожи на очень крупные, ну, вот такой вот длины, правда, часто, очень длинные, акации, очень похожи на акацию, но только очень длинные, в них есть зернышки, такие вытянутые овальной формы, они более-менее все одного веса, поэтому повдых использовали как гирьку, впоследствии сегодня установлено, что вес одного карата 0,2 грамма, это просто есть решение, волевое решение, в одном грамме 5 карат, но когда-то карат, это была мера измерения, то же самое, гера, это ячменное зерно, утверждает, ясно, что тара исходит из того, из какого-то сорта ячменя, который был вполне стандартен для нашего района, и этим зернышком ячменя мерили, была самая мелкая гирька, естественным образом сделана. По этому поводу в Шекеле 20 гирей, это 20 ячменных зерен. Но фокус в том, что вот у меня сейчас здесь нет, но вот такой толщины книга, где пытаются считать, чему равен Шекель, и в ней, среди всего прочего, дюжина где-то экспериментов, где разные равины, разных стран, разных времен, пытаются измерить вес 20 ячменей в зерен на весах, и они дают в современных им по странам и временам мерах числений. А тут надо заметить, что вообще у меня в компьютере лежит толстенный том, к сожалению, купить его практически невозможно, я предпочел его бумажной введением, копючат. Это меры веса, длин различных регионов и стран, причем слово фут, например, в этой таблице приведены всевозможные футы, и их в сантиметрах, по-моему, там приведено дальше, в сантиметрах и в килограмм, ну, и в граммах. И, например, слово фут, когда вы встречаете, то вы учтите, что фут в разных странах и в разных краях, особенно во Франции, где, по-моему, каждая дыра имела свою меру длины, то, например, авеньонский фут, в котором считает он 25 сантиметров, английский фут 30, ну, с половиной приблизительно сантиметров, да, далее фут доходит до 41 сантиметров в зависимости от страны. То же самое, когда вы говорите про унцию, то унция колеблется от 2 граммов до 4 в зависимости от места. Ну, да ладно, есть таблицы, сегодня собрано все это в таблице, хорошие, и любой исследователь, зная место и время, может определить, о чем идет речь. Так вот, разброс, попытка, разных людей в разные времена, в разных странах, посчитать, чему равны 20 гера, если это перевести в граммы, я могу вам сейчас открыто показать эту таблицу, там разброс огромный оказывается, потому что вы же сами понимаете, что ячмень, сорта ячменя в разных странах разные, да, что речь идет о сушеных, сушеных уже зернах, высушенных, тем не менее, разброс огромный, и так пересчитать просто невозможно. Это проблема измерений, вот есть несколько таких занудных тем, это о которых вы не представляете, сколько статей на эту тему публикуется ежемесячно, о мерах длины разных стран, с попыткой уточнить, с попыткой сказать, что там путаница между двумя типами мер, вы просто удивитесь, какая путаница идет, и сколько научных статей, читать их, ну поверьте, тот, кто не в теме, ему просто неинтересно, это чтение, ну интересно для, ну как статьи по математике интересны только математикам, вот то же самое, статьи о мерах измерения интересны только специалистам в этой области. Поэтому, когда я говорю, что в зависимости от времени и места шекель может быть разных размеров, и я не шучу, тут я хочу заметить, что, например, в Мишне, в Мишне, когда речь идет о той самой половине шекеля, то мы читаем совершенно феноменальную вещь. итак, итак, читай, Когда евреи вернулись из изгнания, я читаю сейчас Мишну трактат о шкале, когда евреи вернулись из изгнания, взносили половину шекелях дарикок. Дарики – это вообще золотая монета, и она еще и весит два раза больше священного шекеля, то есть это очень большой шекель. Почему? Потому что храм большой, а вернулось… Дело в том, что шекели… Тут есть только шекели на храм обязаны вносить только жители земли Израиля. Только мужчины и только старше двадцати лет. Это правильно. На практике вносили из всех стран шекели… Это практика. Свои… Ну, шекели… Хацишки половины. Ну, словом шекели обозначает половинчик. Вносили из всех стран, вносили женщин, за женщин. Женщина вносили. И, например, вот в той же Мишне мы обнаруживаем просто Галаху, если отец начал давать половину шекеля за своего сына малолетнего, то есть до двадцати лет, то он не должен это прекращать. Он должен теперь каждый год давать эту половину шекеля. То есть как бы Галаха требует… Ну, например, коины регулярно требовали освободить их от этого налога, при этом все равно вносили, кстати. Но они как бы считали, что коины не должны платить половину шекелей, там, это связано… На самом деле, это не жадность коинов. Есть соображение, тонкое, довольно-таки, связанное с храмом не жертвы. Ну, да ладно. Потом… Это рассказ исторический. Потом… Вот эти дарики, очень дорогая монета. Да, народу мало было, а храм содержать надо было. А содержание храма, я хочу напомнить вам, входят не только жертвоприношения, но стены, люди и прочие постройки и обслуживающий персонал. Ну, то есть это дорого на самом деле. Так как народу мало, то вот эти пол шекеля, которые собирали в начале, они были очень крупные. Это очень большой взнос. Потом, когда народу стало больше, то их стали вносить в слои. Слои – это, ну, слово «села» в Талмуде, с «айном» в конце. Первое – это тетродрахма, монета тетродрахма. Это монета четыре динария римских. Четыре римских динария вносили. И потом, когда народу стало много и так много денег с носа, уже не надо, замечу, там же ориентируются на финальную сумму. Потом стали вносить дидрахмах. Дидрахма – это два динария римских. И, собственно, когда в Талмуде говорится монета стоимость шекеля, это как раз вот эта монета. Вот в Талмуде села, она в два раза больше шекеля. И шекель, который Талмуд говорит, это как раз дидрахма. При этом эта монета в половину священного шекеля. Вот Рамбам говорит, что дидрахма, то есть два динария римских, это и есть половина шекеля, которая положена сдавать на храм. А Рамбам утверждает, что она по весу равна искомому. Теперь, чтобы было понятно стоимость этой монеты, паденный рабочий, то есть это минимальный оклад. Вы понимаете, что паденный рабочий получает мрот, да, минимальный оклад. Один динарий в день. Ну, во времена Мишны. Всегда надо оговариваться, когда я говорю о деньгах, всегда надо оговариваться о времени, когда и что. И этих денег хватает, то есть он получает где-то порядка пяти-шести динариев в неделю. И это хватает на какое-то существование для него, его жены, его детей. Но бедная, очень тяжелая ситуация. Но на это можно прожить. Значит, шекель – это две таких монеты. Две монеты, то есть на день, это, ну, давайте очень грубо говорить, это два дневных заработка. Но, если учесть, что до этого давали четыре таких монеты, то есть четыре дневных заработка, то есть шекель, значит, пол шекеля – это два дневных заработка. Вот гидрахм. Но до этого платили четыре, а до этого восемь. То есть серьезно. Хотели вносить в динариях, продолжает Мишна. В динариях, то есть, ну вот это уже три с половиной грамма серебра. То есть еще в половину меньше. Но это меньше даже, чем пол шекеля в торе прописано. Но не согласитесь. Как бы Талмуд приходит к выводу, что меньше, чем половина шекелей прописано в торе вносить нельзя. По этому поводу динарии пол шекеля Талмуда. Вот обратите внимание, почему я говорю, что это занудная тема, там все время путаешься в терминах. Шекель священный, шекель Тора, шекель Талмуда – это разные вещи. Единственное, что есть во всей этой истории – это все должны вносить одинаково. Но вот когда вы говорите о половине шекеля, я хочу сразу оговориться. Как говорится, мы видим прямо в мишне, что они в разные времена разные размеры имеют. Это просто разные весы и откровенным образом размерятся. И я с некоторым удивлением обнаружил обсуждение, что если сегодня восстановим сбор шекелей, ну в смысле половину, то не хватит ли каждому давать израильский шекель, который, ну вообще, я не знаю, что-нибудь на него сегодня можно купить на один шекель. Значит, что все равно хватит на содержание храма. Ну, кстати, врут, не хватит, конечно. Десять лимонов даже близко не хватит. Не хватит. Не хватит. Да. Значит, ну такое вполне серьезное обсуждение. Но еще раз. Теперь вот возвращаюсь к той теме. Вот этот мидраж, который говорит, что когда речь зашла, что каждый, кто проходит, должен дать монету, и Всевышний из-под престола славы достал монету и показал Моше вот такую, давайте, то как бы Талмуд, когда эту историю рассказывает, либо вы должны понять, что Моше никогда не видел такой монеты. То есть, с удивлением меня посмотрел, либо вы должны понять, что это какой-то исключительный очкан, но что-нибудь в этом духе. Почему вдруг монета вызвала такую трудность? Понятно, что когда мы говорим о Талмуде, количество ходящих в обращении монет разного типа, разного веса, разного достоинства. Это отдельная специальность тогда была. И вот когда в Талмуде мы, например, встречаем, обсуждается Кравхия, которая по профессии меняла. Причем меняла тогда, существовали разряды. Меняла ученик меняла, меняла простой и меняла классный. Банкик – это банк, он в Шульхане там называется. Или, например, в Талмуде есть еще слово для банкира – трапеза. Все понимают, почему трапеза, да? Трапеза – это стол, да? Банка – это тоже, это прилавок. Да, вот. И там идет серьезнейшее обсуждение. То есть, то ли Талмуд имеет в виду, что из-за того, что ходило очень много монет с названием Шейхи, надо было показать какую, либо Талмуд пытается сказать, что никто еще тогда монет не видел. Поэтому пришлось показать. Понятно, что давали вес, ну, по весу серебро. И, например, вот что мы имеем, предшественники монет, то, что называется черепашия монета. Это название, оно не тогдашних времен, а нынешних времен. Значит, это, я могу сейчас поискать у себя в компьютере картинка. Это серебряная расплющенная такая пластинка, ну, очень маленькая, от которой есть разрезы как будто обычно пять. Как будто из панциря торчит четыре лапки и голова. И утверждается, по крайней мере, историки считают, что когда надо было дать мелкое количество серебра, то человек просто отламывал кусочек от этого вот черепашьей монетки. Мы его взвешивали, и он, в результате, оплатил мелкой такой вещь. Но, еще раз, когда мы в Торе, именно в Торе, встречаем Шекель, то, вообще-то, это не деньги. Это, ну, то есть, деньги, но не монеты. Вот, давайте точно скажем. Это деньги, уже деньги, но еще не монеты. И, ну, есть некоторая важная вещь, которую Талмуд понимает, и мы понимаем. Вот чем были деньги во времена Тора? Они были, и было понимание кое-какое про деньги, и очень важно. И Талмуд на этом сосредотачивался. И в Торе я, ну, легко доказать, что это понимание было. То есть, теория денег гласит, что основное у денег средство обмена, средство оценки и средство накопления, значит, функции денег. Так вот, деньги как средство обмена еще были не развиты в те времена, а вот деньги как мера оценки уже быты. И вот тут мы понимаем одну вещь, что Талмуд, когда говорит про деньги, регулярно говорит именно про оценку в деньгах, при том, что платить можно в вещах. Регулярно идет именно деньги. Талмуд все еще регулярно рассматривает именно как оценочная вещь. Как оценить, кто кому сколько больше? Сколько стоят поврежденные нужды? Оно оценивается в деньгах. То есть, либо в серебре во времена Торы, прямо в весе серебра, либо, да, основной обменный материал был именно серебро, а не золото при этом. И когда Талмуд, например, говорит про серебро, он регулярно говорит именно как обмен серебра. При этом, именно как оценку, извините, не обмен, а как оценку. Хотя во времена Талмуда еще раз медные деньги имели хождение, люди ходили на рынок, на рынки можно было купить за медные деньги, самые вот пучки зелени, свободно купить. То, что, скажем, через некоторое время в Европе станет невозможно просто потому, что рынок в этом смысле не существовал. И там еще будет некоторое время, просто большая пауза в денежных отношениях, и Европе придется догонять прошлое, догонять римскую империю. Но, вот что здесь важная вещь, которая происходит? Талмуд сохраняет, сохраняет вот эти знания о деньгах, которые, вот будь я сторонником новых теорий, вот этого нового времени, Насовский Фоменка, то я бы удивился, потому что разговоры о деньгах в Талмуде, они ужасно современные. Современные, ну, скажем, для Европы 16 века они звучат как абсолютно современные, а никак не архаичные. То есть, как бы у нас происходит странная вещь, что произведение, скажем, созданное в 500 году, оказывается не отстало нисколько от событий 1500 года. Оно как бы остается современным. Одновременно. Понятно, что особо глупым людям очень хочется сшить и сказать, что не было разницы в тысячи лет, они всегда там деньги были, но это, ну, это неправильно. На самом деле просто в Европе большое-большое падение происходило, произошло. Но Талмуд как бы все это сохранил. Что евреи европейские в это время делали? Отвечаю, они до тех пор, пока христианская церковь не запретила евреям владеть землей, были крестьянами. Так же, как 90% евреев, живущих во времена Талмуда в районе Вавилонии, то есть нынешнего Ирака, были тоже крестьянами. Большинство евреев были крестьянами. Крестьяне и деньги, это, конечно, я могу долго обсуждать, но это неинтересно в том смысле, то есть это интересно для экономистов, но интересно ли это для нас? Зато, зато, еще раз, Талмуд составлен городскими жителями. А в городе с деньгами отношения куда более близки. Просто потому, что в отличие от деревенского жителя, городской житель не может вырастить себе хлеб, репу, льна немножечко, подстричь овцу. То есть ему надо непрерывно что-то где-то приобретать, покупать, потому что сам он это сделать не может. А тем самым городскому жителю нужны деньги. И теперь вот эта логика Талмуда, что даже если Всевышний не задумывал денег, то он бы обязательно их, то ему следовало бы их задумать. Там вот так это звучит, потому что оригинал Медроша, он очень веселенький, что если Всевышний не задумывал деньги, то ему следовало бы их задумать. Потому что, еще раз, Памут не представляет жизнь. Вот это, наверное, главная цель. При этом вот есть очень смешной, ну не смешной, извините, я неправильно сказал, пражский ребя, то бишь, ребя, либо бен Буцалей, тот, который голым и сделал, среди всего прочего говорит, что есть слово мамон, ну мамона, да, русские знают это слово. Мамон – это просто имущество. Он говорит, что слово мамон – это то, что ты считаешь. Вот это другая функция денег, это функция накопитель. Мамон – это то, что ты считаешь. По-моему, очень красиво, потому что от глагола моне – считать, слово мамон – это считаемо. По этому поводу он говорит, что слово мамон на самом деле, и это видно хорошо, хотя ясно, что первоначально это любое имущество, но тем не менее слово мамон называется крупное имущество. То, что имеет смысл считать. Именно богатство. То, что достойно пересчитать. И он по этому поводу добавляет это очень хорошо и красиво. И, разумеется, нищий, у которого нет богатства. Значит, а это определение нищего, потому что, например, в Тавмуде есть высказывание, что тот, кто обобрал нищего на грош, ну на прута, на грош, как будто душу у него забрал. Это есть определение нищего, что для него грош – деньги. Та, 1-196-я, по-моему, динария, ничтожные деньги. Да, нет, только 1-196-я сцена. Значит, ничтожные абсолютно деньги. Значит, по этому поводу нищий не считает, ему нечего считать. По этому поводу мамон – это тот, кому есть чего сосчитать. И по этому поводу он добавляет, что вот то, что надо посчитать, то и важно. И по этому поводу мы определяем как раз, что человеку важно. То, что он считает. Вот, например, вот это понимание функции денег. Вот, бедный считает гроши. Хотя ему считать, обычно он неплохо знает, сколько у него. В отличие от богатого, который может не знать, но считает уже золотые монеты. То есть, мамон – это то, что заслуживает счет. Вот такое представление о деньгах. Вот оно, это, конечно, позднее, но оно с опорами на Талмуд идет. И вот эта красота, по-моему, очень красивая, кстати, медраж по поводу того, что вот это высказывание Талмуда, что важно то, что ты пересчитываешь. Сам пересчет делает вещь важной, вот существенно, само занятие пересчета. Вот это тогда, это роскошная шутка в фильме Оливер, где Фейгин, вы же сами понимаете, кто такой Фейгин, да, глава воров, карманников. А Фейгин он, потому что он из Польши, да, еврей польский, воля говоря. И там он произносит все это счастье, у меня осталось в жизни, как выпить кружечашечку кофе и посчитать мои денежки. Дальше идет чудесная песенка, которую он поет. Но вот это то, о чем говорит праздник. Если ты считаешь, ты придал этому значение и сделал вещь очень важной. Вот это некоторая идея про Мамон. Дальше весь Талмуд, когда говорит о деньгах, он либо говорит о формально-гередической экономической стране денег, либо говорит о значении денег. Он богатый человек и бедный человек. Кстати, у него есть формальное определение в деньгах богатого и бедного человека. У них есть юридически формальное определение в деньгах богатого и бедного человека. Но в разговорах как бы все понимают разницу между богатым и бедным. И Талмуд плохо не находит нужным заниматься градацией богатства. Вот американский термин «кто сколько стоит в деньгах» Талмуду в голову не приходит. То есть значение денег, оно жизненно обыкновенное. Вот я с этого хотел начать сегодня и к этому все это вел. Вот я с самого начала, когда это сказал, к этому вел. Как бы деньги, они очень важная сторона жизни. Одна из важнейших сторон жизни, потому что на самом деле фокус в том, что не деньги важнейшая сторона жизни, а способность существовать важнейшая сторона жизни. Но через деньги это хорошо считается. Поэтому это важная сторона жизни, но это далеко не вся жизнь. И Талмуд не никогда, да и поздний автор, никогда не пытается, то что называется, возместить деньги на крышу мира. Нет, отношение к обыденности, которая бывает разной, которой надо заниматься, без которой жить невозможно, но обыденность. Ну, вот это я и собирался сегодня рассказать. Да. Окей. Спасибо. Спасибо. Да, есть вопросы? Пока народ думает, техническое замечание. Наша первая вводная лекция к новому курсу «Ебреи и деньги». Вот так. Окей. Ну, хорошо. Если вопросов нет, тогда можно... Я глава, надеюсь, мы про деньги думать не будем. Окей. И, соответственно, вопросы, как и раньше, можно задавать в любом удобном для вас месте. В чате, в мейле, в ютюбе и так дальше. Все. Мия, спасибо огромное. Счастливо. Пока. Да. Да-да, пока. Всем спасибо. Пока. Пока.